9 533 ребенка планируется охватить в рамках летней оздоровительной кампании в этом году пришкольные, палаточные, спортивные лагеря, выездной отдых от Свердловской области до Адыгеи для детей с хроническими заболеваниями, лечения в санаториях Крыма и Кавказских минеральных вод. Отборное лечение проводит врачебная комиссия по направлению от участковых врачей-педиатров, врачей-специалистов, согласно приказу, при наличии заявления от законных представителей и поданного согласно регламенту. Срок ожидания путевки один раз в два года. Перевозки до вокзала и аэропорта под особым контролем. На комиссии предложили распространить обязательное исполнение нормативов, в том числе и на поездки частных спортивных клубов и федераций. Приказы, распоряжения, постановления подготовьте и передайте им, для того, чтобы подроспись, для того, чтобы они видели, знали, изучили. И когда организуют самостоятельно перевозки, не уведомляя нас, мы узнаем только это почему-то через родителей, чтобы тогда они были в курсе, как все организуется. И лучше всего, конечно, поставить это на наш контроль. Избежать фальсифицированных продуктов, питания летних лагерей, подготовить новые уличные программы, а также продумать безопасность на детских площадках с точки зрения собак. Все это ближайшие задачи для работы по организации летнего отдыха. У нас, в принципе, уже отловлено 63 собаки, не должно такое быть огромное количество, не знаю, которые там в детских площадках или еще где-то. Сразу просто сообщать, где-то есть. Приложим все усилия для отлова именно в местах, где будут дети. Обработку от клещей в местах летнего отдыха детей начнут с конца апреля, начала мая, в зависимости от погоды. При этом предварительно на территории школ предложили провести субботники. Так будет эффективнее.